Георгий Франгулян Не в скульптурке, да, а в трехметровой композиции, в трехметровой по высоте, это вписано в существующее пространство? Вы знаете, да. Мне кажется, что все попало, все угадано и по масштабу, по конфигурации, по материалам, по-моему, все село. Все замечательно. Сколько истории это продолжалось? Семь лет. Семилетняя война. Ну, с момента замысла, конечно. А в Москве уже решение о выделении этой площадки было четыре с половиной года назад. Вот четыре с половиной года я занимался реализацией, а скульптура отлита вся в бронзе уже три года назад. А мораторий в Москве на установку памятников, он снят? Нет, он не снят. Он остался. Дело в том, что там бюджетное финансирование. Я хочу сказать, так как это целиком весь памятник сделан за мой счет, то на меня мораторий не распространился, слава богу. А это значит, что ваши будущие идеи, вы человек очень плодовитый, ваши будущие идеи при возможной реализации и финансовой, и творческой, они могут украшать другие площадки, скверы, бульвары Москвы или городов. Главное, ваше желание. Вы знаете, я вам хочу сказать, что каждый раз после того, как я в Москве что-то делаю, я зарекаюсь, потому что очень тяжело на самом деле. Ну, нельзя жить бесконечно, понимаете. То есть я не против, но не всегда это совпадает с возможностями. Просто столько лет убивать на каждую вещь, это очень тяжело. Ну, сейчас я, конечно, забываю уже, да, результатное лицо, как говорится, но это очень тяжело. Очень тяжело, огромное количество согласований, это путь сложнейший, сложнейший. А когда есть конкурс, вот эти многочисленные согласования, они проходят легче? Вы выиграли конкурс, который объявляется городом. Ну, у меня было с Акудявой тогда. На Старом Арбате? Да, я выиграл конкурс, но всё равно длилось, но гораздо легче, конечно, гораздо легче. Там были какие-то сроки определены, это уже хорошо, а здесь не было срока установки. Вы говорили о том, что в одном из интервью, возвращаясь к многофигурной композиции, связанной с Бродским, что там, возможно, какие-то варианты, как будто вот эта композиция может менять свою конфигурацию, что там, есть какие-то скрытые возможности, виды изменения друзей и врагов? Понял, нет, 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 нет. Ну, дело в том, что, как вы видели, наверное, трёхчастная композиция, она разнесена в пространстве, за счёт этого с любого ракурса она всё время меняет свою конфигурацию. Сад камней? Ну, пожалуйста, пожалуйста, вот. Поэтому, так как Садовое кольцо, так как там активное движение, и в основном будут не пешеходы смотреть на этот памятник, а люди, стоящие в пробках, там, я знаю, что вот в троллейбусах уже идут дискуссии, так как они там стоят, там, по 10-15 минут, да, вот люди обсуждают, нужно было, не нужно, хорош, нехорош, мне это уже докладывали те, кто проезжал. Это уже интересно, это же замечательно, я на это рассчитывал так же. Я и постамент вот так приподнял, если вы обратили внимание, это не только для того, чтобы подчеркнуть уход в перспективу, а там на самом деле этот приём использован, потому что фигура Бродского 3.30, а дальше идёт на уменьшение фигуры идут, поэтому появляется глубина у этого сквера, вот. Это раз. Во-вторых, туда могут заходить люди, вот. То есть они могут становиться участниками этой композиции. И у каждого есть возможность примкнуть туда, сюда или стать таким же великим. Пусть каждый подумает. Хотя бы подумает о том, а каково ему место в этой жизни. Там есть и место для размышлений, и повод, я думаю. Скульптура и архитектура – два взаимосвязанных явления, и вполне понятно, что памятник без организованного вокруг него пространства может либо потеряться, либо выиграть. И здесь большую роль играет архитектор. Вот вы работаете в связке с архитектором, и работали ли в такой связке, когда открывался тоже недавний памятник Дмитрию Сергеевичу Лихачёву? Нет, я там всё делал сам. Как правило, я вообще работаю сам. А вот в этом случае с Бродским мы работали с Сергеем Скуратовым, замечательным архитектором совершенно, моим большим другом. Так как мы с ним 7 лет назад участвовали в конкурсе на памятник Бродскому в Питере, ну вот мы и продолжили наше сотрудничество и довели до конца, правда, уже в Москве. Ну а на Васильевский остров поэт в Петербург так и не придёт. Ну, это дело питерцев. Я как-то всегда понимал, я вообще, когда участвовал, я понимал, что в Питере невозможно московскому художнику что-то сделать. Я был в этом уверен. Так оно и произошло. Но там, впрочем, никто ничего не сделал. Ну, говоря о Петербурге, Ленинграде, вот я вспомнил Михаила Константиновича Никушина. Замечательно, конечно, классически вписан Александр Сергеевич, его работы перед Русским музеем. И ходит такая легенда, я не знаю, будто бы он, прежде чем памятник появился там в натуре в бронзе, делал такую прикидку в виде фанеры. То есть он смотрел, как силуэт будет смотреться на постаменте, а там архитектор Петров, как это будет вписано в архитектурную историю в фантастической площади искусств. Вот вы такую пристрелку не делаете? Делал. Ну, это все делают. На самом деле это этап, понимаете, это обязательно. Как бы ты ни рассчитывал, ни прикидывал, всё-таки надо проверить, да, потому что пространство съедает объём, да, съедает. И у меня была фигура Бродского гораздо меньше, когда я делал, я не знал, какого будет места, и поэтому мне пришлось лепить заживо. Вот. И я сделал именно прикидывочную модель, вот фанерную, как вы говорите, уже в том размере, в котором вы сейчас видите. И тогда я пригласил и Кузьмина, главного архитектора, и главного художника Воскресенского, и Скуратов. Вот мы вчетвером посмотрели и убедились, что вот таков размер должен быть. Ну, вот так вот. Ну, а в случае с памятником Борису Николаевичу Ельцину в Екатеринбурге? Ну, там не ставил. Там не ставил, там как-то было понятно мне сразу по той ситуации. Вот. Ну, потому что там масштаб определён этими ступенями, там, Демидовского этого центра, а теперь уже Ельцина, который поднимается, там было всё понятно. А худсоветы – это полезная история? Вообще существует такой институт, как худсовет? Для меня нет. Вас раздражает то, что… Для меня вообще совет – это противопоказанная вещь. Я, может быть, один-два человека есть в нашем сообществе, я бы так сказал, даже скорее в архитектурном, к чьим советам я мог бы прислушаться. Так я доверяю себе. А сами бы вы вошли в худсоветы? Ну, я входил когда-то, я входил когда-то, и с удовольствием не вхожу, и не хочу. Почему я должен судить кого-то? Зачем я должен кому-то там ставить палки в колёса или наоборот? Не хочу я этого. Каждый ответственный, каждый художник должен отвечать за себя. Работать в традиции или вне её? Что для вас предпочтительнее? Вы знаете, если вы знаете мои вещи, они выступают из традиции, несмотря на то, что я сочетаю какие-то приёмы. А приём зависит от образа, от задачи, от окружения, от того, какое место тебе дали, в каком городе ты делаешь, в какой стране ты делаешь, на какой планете ты делаешь. Вот всё это зависит от обстоятельств. Ты должен просто почувствовать, вот что здесь уместно. И какова на самом деле должна быть стилистика. Как не ворваться нагло, как не испортить. Я же не себя показываю, понимаете? Когда я делаю, я, меньше всего, думаю о себе. Я думаю о том образе, который мне нужно создать. А то, что это получается моё произведение, это происходит естественным путём. Я об этом не думаю. Решение обычно долго созревает? Или бывает, что как выстрел? У меня очень быстро. Я стреляю, как в Калашниково. Ну, вот в случае с лодкой Данте, так что в Венеции. Я просто проплывал мимо. Проплывал, и вот как почувствовал, что вот здесь должно это быть. Всё, я даже стал лазераться и смотреть. Никто же не посмотрел. Потому что мне казалось, что эта идея просто настолько подходящая, что её должны все вот сейчас почувствовать и увидеть. Ну, тоже 11 лет прошло от замысла. Вы не думайте, что это так быстро. У нас тяжело. Но в Венеции вообще очень сложно. Потому что там мораторий пожизненный. Ну, и тем не менее, видите, мою вещь оставили навечно. Это очень приятно. Ну, вот в городе Н, допустим, открыт ваш памятник. В дальнейшем вы следите за судьбой и дел рук своих? Я вообще не люблю возвращаться к своим памятникам. Не очень люблю смотреть. Ну, это мне чуждо. И так же, как самолюбование. Вот. А потом есть всего лишь вот такая, знаете, небольшой страх, что я поеду, посмотрю, увижу какие-то недостатки, буду переживать. А уже ничего не безделаешь. Вот. Такое есть. Вот. Почему нет? Ну, проходит время, ты подходишь и видишь, что вот здесь я, а вот там, а вот это получилось, а это не... Зачем мне эти переживания? Может быть, и здесь нарушить традицию иногда? И что-то улучшить? Ну, было... Нет, ну, это нереально переделывать. Там вот была от Шаловича, например, да? Вот что-то я там бы потрогал. Вот чуть-чуть бы я потрогал сейчас. Ну, вот 9 лет прошло. Понимаете? А как? Вот. Поэтому я туда... Нет, мне нравится памятник. Конечно. Я полностью за него в ответе. Полностью, ну, вот так вот. А потом, ну, что, собственно, сделано дальше. Что дальше? На следующий. Что дальше тогда? Сейчас у меня памятник Баберу. Он уже отлит, сейчас я его привожу в порядок. Это в центре Одессы будет на Ришельевской установлен памятник Баберу. Довольно забавно. Тоже решение? Да, да. И что там будет за композицию? Сейчас я не буду вам рассказывать, но оно тоже так же имеет... Я не хочу сказать, это не изюминка, конечно, это не булочка с маком или что-то. Ну, там такое решение, которое, как мне кажется, отвечает вот старая Одесса. Но клонармии там не будет? Будет. Будет? Не, ну, без коней. Намек будет. Намек? Намек будет. Никаких коней, никаких кошмаров. Никаких буденок не будет. Это я точно могу сказать. Как ваша мастерская связана с именами Репина и Серова? Ну, дело в том, что на земледельческом два особнячка 19 века, да? Вот мой 1842 года, а соседний там 1850 года. Вот в одном из них жил Илья Фимович Шепин. А в моем доме был доходный, такая маленькая гостиничка была, где жила интеллигенция творческая. Вот, может быть, странно, но именно такая публика там жила. И там же жил Валентин Серов, он три года брал уроки рисования у Репина. Да, до поступления в Академию художественной. Но их великие тени. Ну, да, я думаю, я во всяком случае всем всегда рассказываю об этом, значит, они там присутствуют. Место замечательное, ну, я там, я вам говорю, с 1976 года, страшно подумать. 1976 года я там. Как вчера я нашел этот особняк разваливающийся, вот я помню это хорошо. Ну, вот Илья Ефимович Репин набросок сделал, не понравился, он его порвал и выкинул. А что в вашей работе производственный брак? Ведь не только творчеством богат скульптор, есть еще и суровая мужская работа, литье, тяжелые инструменты, пыль. Ну, вообще скульптура тяжелая, тяжелая профессия, понимаете, вот. И это рутинное производство, оно довольно мучительно, сложно и порой вредно для здоровья просто всего лишь, потому что вот когда плавится бронза, да, очень красивый дым идет, такой зеленоватый, желтый, залюбуешься. На самом деле это поры металлов, легкоплавки, там, цинк, олова, и всем этим дышишь, да, респираторы не помогают, вот, и так далее. Так что я вообще, вот люди есть, которые процессом довольны и любуются ими, как бы этим живут, я это не люблю. Я люблю придумать и люблю закончить. И в заключение я хотел спросить, в России ваши памятники очень хорошо известны, а на родине, в Грузии, есть что-то ваших работ? Нету. К сожалению, нету. Ни в Грузии, ни в Армении нет ничего. Я мечтал когда-то поставить памятник Булату в Тбилиси, но вот все эти события начались тогда, и как-то все это ушло. Вот. Хотел, хотел, даже место подыскивал, и так примерно я знаю, где бы я хотел поставить. В самом центре в районе Сулулаки, есть такой район, вот, в котором я родился, ну, это центр Тбилиси. Да, да, да. Вот. Там жила интеллигенция тбилисская, я не говорю грузинская, потому что Грузия и Тбилиси был интернациональный город. Вот. Я именно там хотел поставить. Спасибо. Я еще раз поздравляю вас с открытием памятника Иосифу Бродскому в Москве, и благодарю вас за то, что вы пришли к нам на программу. Спасибо. Георгий Франгулян сегодня в главной роли. Спасибо вам за то, что провели время в нашей компании. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова